Татьяна работает социальным работником 22 года и признается, бывало всякое. От пожилых родителей отказывались дети, близкие разъезжались, про кого-то просто забыли. И старики оставались совершенно одни. На обслуживание у меня вот, как вам сказать, одна вдова стала за 22 года, двое дружинников ТЭЛа. Я самая молодая у меня инвалид второй группы, ей 60 лет, остальные за 90-80. Ну, есть дети, но большинство одинокие. Нашу продукты непродовольственные, что заказывают они. Лекарства выписываю, полы мою готовлю. Самарская область добровольно и, в общем-то, неофициально присоединилась к проекту «Система долговременного ухода» в рамках нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Задача – развивать стационарную и надомную помощь одиноким старикам и научить детей и внуков ухаживать за пожилыми. А главное, коллеги, это поддержка родственников, возможность определить близкого человека в безопасные условия, обеспечивающие уход и присмотр. И очень важная составляющая этого сервиса – это доставка наших вот таких подопечных из дома с утра и вечером обратно домой, что, безусловно, является очень большой подмогой тем родственникам, которые порой наедине ухаживают за своим ближним. Подготовка персонала – еще одна важная проблема, с которой предстоит столкнуться. Специалистов, подобных с Веридовой, на всех не хватает. У нас минимальный процент людей с специальным образованием. Они просто не умеют. Тот специальный работник, который сейчас приходит в дом к пожилому человеку, при глубочайшей благодарности к этому труду, я уже сегодня об этом говорю. Но если всех их 100% попросить правильно ухаживать за этим пожилым человеком, дай бог, если 15% из них знают, как это делать. По подсчетам демографов, к 2030 году в Самарской области будет миллион стариков. Новые формы работы с пожилыми нужно внедрить в ближайшие сроки. В Самаре уже запланировано строительство многопрофильного центра социального обслуживания для различных категорий граждан.